здравствуйте дорогие друзья очень рад быть в эфире очень рад что вы меня слышите я всех вас благословляю всем передаю привет кто меня знает и это особенное время потому что сегодня я хочу говорить на очень жаркую тему которая много лет она просто на слуху в спорах в разных прениях знаете эта тема эмоции в частности я буду говорить об эмоциях святого духа об эмоциях людей я буду говорить о сверхъестественных переживаниях в частности мы затронем такие темы как эмоции во время исполнения святым духом мы будем говорить о смехе мы будем говорить о восторге мы будем говорить о танцах мы будем говорить о разных движениях о разных проявлениях таких как золотая пыль елей то есть такие сверхъестественные вещи которые сейчас очень много вы слышите когда об этом говорят и много говорят нехорошего кто-то это отстаивает кто-то это защищает также мы затронем тему падений в духе я постараюсь это очень много я постараюсь просто высказать одну основную мысль сквозь все вот эти проявления чтобы было понятно и конечно мои моего сегодняшнее послание она будет разделена на как бы две части первое она будет больше обращена к людям которые не признают всех этих явлений и не практикуют их либо ну высказываются сдержанно 2 часть она будет обращена к людям которые это практикуют переживают и защищают вот и там и там я постараюсь выдержать баланс и скажу свою позицию так эмоции дорогие друзья я хочу сделать такое заявление что библия конечно описывает много эмоций но если мы будем честны сами с собой то мы согласимся что библия описывает не все эмоции она описывает не все выражения лица не все звуки не все возгласы не все движения которые мы видим в жизни из этого мы можем делать первый вывод самый простой и детский что бог он не стремился описать все дозволенные или недозволенные эмоции он не стремился это делать потому что он надеялся что те эмоции которые мы переживаем они и так будут казаться нам естественными что мы будем смотреть на них как на что-то само собой разумеющийся здесь я чуть-чуть уточню я буду говорить с вами как со взрослыми людьми я верю что это посмотрят и служители и начинающие верующие христиане ученики иисуса да я хочу сказать друзья что много эмоций которые мы переживаем жизни и вот я тоже перечислил мимика эмоции возгласы какие-то движения они не описаны в библии поэтому дорогие друзья давайте начнем с того что есть естественные вещи заложенные в человеческом в человеческой душе в человеческом естестве в его природе я сейчас не говорю даже за духовную природу в обычных эмоциях чувствах и желаниях заложены естественные вещи в которых нет необходимости их специально в какой-то книге богу описывать и странным для меня является тот факт что некоторые люди пытаются выстроить человеческие эмоции исходя из доктринальных положений вытянутых из каких-то мест писания это очень странно я хотел бы задать прежде всего таким людям вопрос если вот ты такой человек который считает что нельзя никаких эмоций переживать к о которых не сказано в писании у меня к тебе тогда вопрос сразу найди мне хоть одно место в писании где описываются эмоции когда ты например едешь на каруселях на американских горках ну если это нормально или прыгаешь с парашютом или выныриваешь из воды или извините что скажу занимаешься любовью со своей женой ты когда-нибудь видел свое лицо когда ты это делаешь ты когда-нибудь записывал звуки с которыми ты все это делаешь я извиняюсь если нет а да у меня вопрос а с чего ты взял что ты правильно это делаешь духовно непорочно как-то чисто если какой-то эталон описаны в библии на которую ты любишь ссылаться каким образом эти эмоции должны выражаться вот это вопросы на которые я предлагаю тебе ответить самостоятельно желательно используя места писаний если ты не найдешь ты дорогой друг должен тогда рассмотреть или как открыться для того чтобы понять что не каждую эмоцию бог стремился отражать есть естественные вещи это первое второе я хочу сказать чуть-чуть за осуждение я часто слышу что когда люди слышат о таких переживаниях как духовное опьянение так называемый святой смех падение в духе они слышат что выпадает золотая пыль или елей они слышат что есть такие эмоции как танцы восторженные какие-то пляски даже я сейчас специально эти вещи перечисляю потому что у многих из вас дорогие друзья к сожалению даже при одном упоминании об этих некоторых вещах сразу отторжение возникает но вопрос почему я уверен что это отторжение взялось у тебя не из библии это отторжение у тебя взялось в связи с первым это воспитанием твоим воспитание в твоей религиозной деноминации возможно мы не будем ее называть религиозной она для тебя самое духовное слава богу хорошо но если ты будешь честен сам собой и спросишь себя откуда ты взял что вот это из какие-то эти вещи не являются там нормальным я кстати еще сегодня хочу затронуть такой момент как вот очень много толкует об этом как наливание духовного вина и выпивания да там у меня меня просили многие люди вот расскажи как ты к этому отношусь и обязательно расскажу первое что я хочу сказать во первых когда человек рождается свыше это называется духовным детством есть определенные детские вещи которые каждый человек и я верю что это воля божья что каждый человек рождаемый от духа переживает определенный период детства где позволены эмоции весь спектр хотя я считаю забегая уже наперед что всегда позволены эмоции не только в детстве но в детстве эмоции это вообще пища ребенка многие люди они не переживали никаких эмоций в своем детстве они не смеялись в детстве их никогда не бросал папа на диван чтобы с ними повеселиться их пощекотать или еще какие-то вот такие вещи и они переживают эти вещи духовно да что ты такое говоришь бог это не человек он очень серьезный я сейчас говорю за осуждение и вот что я хочу сказать за осуждение эти люди вот которые переживают такие эмоции я не отношусь категории сильно эмоциональных людей которые там катаются смеются там со мной были эти вещи но не часто и я даже скажу к сожалению не часто я бы хотел большего и скажу откуда берется раздражение на таких людей если ты такой человек который осуждает таких вот детей божьих которые смеются или что-то с ними происходит что что тебе кажется неадекватным я хочу тебе сказать в каком возрасте духовном ты находишься ты находишься в духовном возрасте подростка тинейджера почему это говорю потому что очень просто дети раздражают только подростков зрелые люди старые люди пожилые люди они умиляются с детей у них уже есть это отцовство внутри из-за которого они смотрят на эти шалости с улыбкой они способны умиляться глупостям они способны умиляться странно тем а не способны умиляться детскому лепету подросток и подросток не таков подросток стремится быть взрослым и поэтому детство его раздражает потому что внутри он значит он не вырвался щас сам из этого детства и поэтому его раздражает все детское раздражение это его реакция на то чтобы показаться взрослее чем эти дети это это абсолютная правда если ты будешь честен с собой ты поймешь что тебя раздражает это потому что ты хочешь чтобы тебя считали и в своих глазах ты хочешь считаться очень зрелым на самом деле раздраженная реакция на эмоции людей которые купаются в духе я это так называю это подростковость это отрочество это просто юношеская какая-то реакция что это происходит человек который стремится к взрослости он всегда хватается изучать труды смотреть проповеди каких-то очень таких весомых помазанников да там дэрика принца там вот людей которые учат вот любят библию разбирать там ее на запчасти прямо по цитатам они цитируют и во многом свою духовность вместо того чтобы созерцать что происходит в духе они умствуют разбирая на цитаты священное писание отсюда возникает когда они не могут найти в этих цитатах того что видят их глаза они начинают говорить что это все не от бога и это подростковость это подростковый нигилизм духовный отрицание просто чего-то что не кажется им радикально правильным поэтому когда если ты тот человек который практикует эти вещи и на тебя раздражаются ты просто сам в ответ не раздражайся внутри просто знай эти люди они еще созреют когда-нибудь им надоест играть в этих супер экзорцистов которые там гоняют бесов или там одна тень их исцеляет такие люди они часто они приходят домой вот такие все серьезные служители и гоняют своих детей издеваются над своими женами держат их в контроле в страшном давлении и потом они выходят и естественно видя эту детскую свободу они раздражаются они ненавидят себя на самом деле они ненавидят окружающих и бога они также ненавидят им даже не кажется что бог он может взять и своих детей веселить вообще понимаете поэтому если ты такой человек я хочу также тебя спросить почему когда ты осуждаешь например смех святой смех как мы его называем тебя не смущает втихаря смотреть comedy club с его похабщиной и ржать с этого или смотреть какой-нибудь квн смотреть какую-то комедию пусть даже она и непохабная но ты смотришь ее с целью себя развеселить и вызвать смех но когда это же делает святой дух ты говоришь это бесы так кто ж тебя веселит когда ты смотришь это кино дорогой друг и почему ты считаешь что то что ты смеешься смотря что-то мирское или читая анекдоты либо реагируя смехом на шутки своих коллег или желая угодить кому-то в церкви ты смеешься вместе с ним ты считаешь что смех это вообще что-то хорошее так почему когда они смеются ты их судишь я хочу тебе сказать что ты подросток если ты это делаешь ты незрелый человек и тебе лучше всего растянуть свое сердце до отметок отец и умиляться с этих людей не осуждать их даже если они что-то накручивают даже если ты видишь это не совсем искренне может быть ну они стараются быть в этом ничего в этом плохого нету когда они вырастут когда они повзрослеют возможно они будут смеяться как тебе нравится так как-то по взрослому так ха-ха-ха понимаешь дорогой друг почему иногда это кажется нелепым потому что внутри он духовный ребенок он дитя бога а снаружи он взрослый человек поэтому он уже не может смеяться звонким детским голосом он начинает смеяться своим и когда ты видишь этот неуклюжий мужик или это пожилая тетя она начинает смеяться как ребенок но ее горло выдает взрослые какие-то крякающие звуки тебе хочется сказать что это бес тебе надо реально освобождаться от беса самому если твой дух твои духовные глаза твою не отцовское сердце не может рассмотреть этого ребенка внутри не может извлечь из того что тебе кажется ничтожным драгоценны ты вообще не слуга божий ты не отец у тебя не отцовское сердце поэтому я советую всем кто вот это делал всем кто осуждал какие-то эмоции вот эти проявления эмоциональные не просто даже там покайся или что-то отрекись возьми библию и пожалуйста покажи мне в ней все эмоции которые ты переживаешь вне церкви как я уже сказал когда ты там веселившь себя комедии там ты видел вообще свое лицо когда ты смеешься вот тут раз посмотри на себя в зеркало когда ты хохочешь это конечно не в церкви ты значит и лицемер потому что в церкви у тебя одна должна быть гримаса значит когда ты смотришь квн там или еще что-то а ну если ты только не смотришь курают анекдоты или шутки но что-то ты делаешь чтобы себя веселить если ты вообще не смеешься, то тебе уже реально к врачу пора обращаться. Если все это, то, что я перечислил, это не про тебя, что ты такой серьезный дядя или тетя, ну это вообще, я даже к таким людям не обращаюсь. Вам реально нужна помощь. Если даже не в церковь, вам нужно к психологу идти. Извините, может быть, я говорю резко, но когда я молился, знаете, вот недавно я выпустил передачу, прямо у нас было служение за духовное опьянение, значит, за напитки духа. И мне стали некоторые люди высказывать, некоторые люди, они мне стали говорить, о, ты там куда-то не туда полез. Друзья, я учил за духовное опьянение намного раньше, чем вы видели эту передачу. Я переживал духовную эйфорию при исполнении Святым Духом много лет. Это те вещи, которые меня сохранили от сумасшествия в тяжелые времена, когда Бог веселил мое сердце, наполнял как будто горячим медом. Я смеялся в его присутствии, хохотал даже. Я ему говорил такие слова, ты такой прикольный, ты такой классный, потому что у меня был такой словарный запас, и мои эмоции возбуждали эти слова, они выходили из меня. Я потом сидел, и как, наверное, ты сидел, себя осуждал и думал, нормально ли это Богу так сказать? Я вам хочу сказать сегодня один секрет. Бог не обиделся на меня. Он не разозлился на меня. Он меня по-прежнему веселит и наполняет. Итак, друзья, сейчас хочу двинуться дальше чуть-чуть, конкретно разобрать некоторые вещи. Иисус сказал такую фразу. Я сегодня сделаю фундаментом вот этого учения. Он сказал, «Вы, если вы, говорит, будучи злый, умеете своим детям даяния благие делать, тем более отец ваш даст». Там в одном месте написано «Духа святого, просящим у него». То есть представьте, да, благое даяние. Духа подает. В другом месте написано «даст благо». Итак, остановимся на слове «благо». Заметьте, что благо и святой дух в параллельных местах, оно как одно целое. Итак, смех. Я хочу спросить у каждого, кто считает себя таким наставником, отцом, духовным, учителем, может быть, ты вообще, ну, просто служителем. Если у тебя есть дети, вот Иисус конкретно специально позиционирует Бога как отца и призывает твои родительские чувства, чтобы их сравнить. Он говорит, «Вы умеете даяние благие делать, даже будучи злые. У меня вопрос ко всем, кто был родителем. Вы для чего смешите своих детей без причины? Вы корчите им рожицы, чтобы они смеялись. Вы щекочите их, чтобы у них вызвать смех. И заметьте, это беспричинный смех. В нем нет никакой причины. В нем нет никакого основания духовного. Вам просто нравится, когда ваши дети смеются без причины. это не признак дурачины, это признак того, что есть отец, а есть дети. Понимаете, о чем я говорю? Вы добиваетесь у них смеха разными путями. Вы ползаете на коленях, изображая какого-то тигра, чтобы они смеялись от страха. И если вы, будучи злые, способны беспричинный смех вызывать у своих детей разными способами, не выбирая, вам просто нравится, что они смеются, и вы находите в то, что это хорошо. Вы даже где-то подсознательно там мотаете, так он смеется, это для здоровья полезно, да-да, слышали. Почему же вы это осуждаете, когда Отец Небесный это делает с людьми? Просто потому, что они выглядят взрослыми. Но ведь они внутри не такие взрослые. У них внутри нет морщин. У них внутри нету там татуировок, побитой жизнью физиономии. Конечно, это может быть по-человечески странно, что этот человек смеется, заливается смехом, ну или ржет, как мы там говорим иногда. Даже как лошадь ржет. Но Богу это нравится. Потому что, если ты, будучи зол, считаешь, что это благо для своих детей, объясни мне из Библии, почему Богу это не нравится. Хочу еще сказать. Не надо считать Бога худшим отцом, чем вы. Вы для своих детей не господа. И Бог не хочет, чтобы он был только господином. Иногда он тебя свалит и заставит смеяться. мне так нравилось. Знаете, у меня дети уже подросли, но тем не менее, они когда были маленькие, я их кусал, я их щипал, я их щекотал. Мы ржали просто, могли смеяться до упада. Я сегодня иду, и мне хочется, чтобы они смеялись. Это что касается смеха. Нет ничего лучше видеть, как твои дети смеются. Когда они смеются не потому, что смотрят по хабщину. Когда они смеются не потому, что рассказывают пошлый анекдот на работе, им приходится улыбаться. А потому, что пришел Святой Дух. Я знаю, что это сегодня передача. Она многих людей просто поменяет. Вы будете смеяться, вы будете свободны. Вы даже будете смеяться над теми, кто вас осуждает. Ну, по-доброму так. И хочу сказать всем тем людям, которые осуждают смех, оцепитесь от детей Божьих. Оцепитесь от них. Отстаньте. Не будьте этими фарисеями. Знаете, когда дети кричали осанно, фарисеи говорили «Заткни их!» Они были серьезными мужчинами, джентльмены, слуги Божьи, помазанники крутые. Им не нравилось, что дети восклицают. Дальше то же самое я просто упомяну за падение. Я сегодня не собираюсь разбирать это так детально. Но упомяну. Падение в Духе в основном все сводится к тому, что какие-то люди они выискивают, что падения перед Богом они случаются только ничком, в благоговении. Конечно, когда Бог являет себя как Бог всемогущий, как Господь неба и земли, по-другому и не упадешь. Но бывает, когда Бог являет себя в разных образах, в том числе в образе Отца, жениха. Я хочу сегодня спросить, извините, не хочу задеть ничьих чувств, я не говорю ничего пошлого или похабного. Ты свою жену никогда не хотел ничком уложить? Или своих детей ничком уложить? Я хотел бы спросить, есть какие-то другие вещи у Бога для детей, кроме благоговения? Поэтому, когда Бог является в разных хипостасях людям, может быть разная реакция. Кто-то говорит, вот Иоанн, когда увидел Иисуса, он пал к ногам как мертвый. Так вы почитайте, в каком образе Иисус к нему явился. Почему Иоанн не падал как мертвый, когда Иисус ходил по земле ногами? Подумайте об этом. Бог может явиться в разных хипостасях к людям. Он может как агнец, может как лев, может как жених, может как отец, может как брат. Потому что Иисус сказал, тот не брат и сестра и матерь. Он может в разных хипостасях явиться. Он может явиться сегодня для того, чтобы тебя веселить. Завтра Он напоит тебя духовным вином, что ты будешь расслаблен, ты будешь в эйфории. Я просто не знаю, неужели вот это можно объяснить доктринами ваших динаминаций. Поэтому, когда люди падают на взничь, падают на спину, на бок, да как угодно. Почему вы сразу приписываете это дьяволу? Объясните мне. То есть, ваши дети, когда они там, извиняюсь, упадут на диван и говорят, папа, поиграй со мной, вы скажете, что не так падай, вот так падай. Папа может прийти, только когда ты носом вниз падаешь. Ну, вы что вообще говорите такое? Также эмоции. Знаете, вот надо быть сдержанными. Надо, чтобы все было благопристойно и чинно. А благопристойно и чинно, это так, как вас научили у вас в деноминациях? Благопристойно это вот это или вот это? Давайте спросим Бога, что он считает благопристойным. Например, если вы против бурного восторга, не водите своих детей на карусели. Зачем вы их водите? Вы хотите, чтобы у них захватывало дух. Вы их кружите, и вам нравится, что у них захватывает душу, они визжат от восторженного страха. Вам именно нравится, что они восклицают. Но почему-то, когда касается детей Божьих, нарожденных от духа, вы их осуждаете. Что плохого в бурных эмоциях? Если это так, тогда забудьте про все праздники. Не веселите ваших детей, не вызывайте у них восторга, не катайте их на каруселях, не садите их на лошадь прокатиться, потому что это тоже для них новый опыт, где они кричат. Я никогда не забуду, я хочу вам привести пример своих отцовских эмоций. Моей дочери было 5 лет примерно, когда мы поехали в Турцию на Средиземное море, мы отдыхали, я увидел, там есть такое развлечение, когда ты садишься в парашют, прямо тебя закрепляют, и лодка по морю плывет, и на тросе тебя тянет за этот парашют. Ты поднимаешься примерно метров на 150. Я пришел, и моя дочь захотела, она говорит, папа, я хочу на парашюте полетать. Я спросил у ребят, я говорю, а можно вот мы вместе с дочкой? И они говорят, да, можно, парашют рассчитан на это. Я никогда не забуду, когда я сел в этот парашют, я обнял свою дочь, ее привязали ко мне, и мы поднимались все выше и выше, она трепетала, у нее была буря эмоций, она то замирала, то показывала пальцем, папа, смотри, черепаха плывет в море, и мы вместе, я сам с ней переживал эти детские эмоции, и когда я сегодня рассказываю эту историю некоторым людям, у некоторых религиозных людей, я просто, знаете, что скажу, с атрофией мозга и души хватает, они задают мне первый вопрос, зачем ты искушал Господа, что поволок, дочь, 150 метров высота, ты ее на парашюте катал, а если б что случилось? И мне хочется спросить у таких людей, ну когда вы это говорите, вы на что ссылаетесь в Писании? Они мне отвечают, вот Иисусу предложил сатана, прыгни, ангелы понесут тебя. Вот это то же самое. Я говорю, что разве сатана Иисусу парашют выдал? Если бы я со своей дочкой прыгал со 150 метровой высоты без парашюта, вот это называется искушать Бога. Но религиозный ум этого не поймет. И я сегодня говорю, что я пережил бурю эмоций. И моя дочь сегодня, мы лучшие друзья. Я до сих пор люблю, когда она визжит от восторга. Поэтому вот когда я слышу эти осуждения, я все время вспоминаю, вот как пишет апостол Иуда, он пишет такие слова, что есть люди, вот этими словами мне не хочется никого называть, друзья, никакого брата, никакую сестру. Но вы подумайте об этом. Он говорит, что сравнивает людей, которые злословят то, чего не понимают. Он говорит, это облака безводные, люди без духа, как бессловесные животные. Злословят то, чего не понимают. А то, что водятся только тем, что в силу своих каких-то инстинктов делают. Есть религиозные инстинкты, религиозные какие-то суждения, знаете. То есть, когда ты чего-то не понимаешь, возможно, просто у тебя внутри, кроме убеждений и доктрин, ничего нет. Вот это есть облако без воды, без духа. Я бы не хотел, чтобы так было. Во-вторых, знаете, друзья, я хочу сказать, что написано, что для нечистых ничего не бывает чистым. Потому что осквернены ум и совесть. Если ты такой человек, который все на что не понимаешь, смотришь, с осуждением, я тебе сегодня говорю Духом Божьим. У тебя просто осквернен ум, учением каким-то, религиозным, динаминационным влиянием. Возможно, осквернена совесть. Каким образом? Что-то было не так, что-то ты с собой делал. То есть в любом случае человек со скверненной совестью он многое считает нечистым. И верный признак зрелости это когда ты находишься в таком состоянии, когда ты себе можешь позволить эмоции. Можешь позволить себе любую репутацию. То есть человек может жить такой жизнью, когда ему вообще все равно, что о нем думают. Религиозные люди, которые еще только стремятся к зрелости, они не хотят, чтобы о них думали, что попало. Они настойчиво, упорно формируют о себе мнение у окружающих цитатами великих людей, каким-то занадто благочинным поведением, каким-то выражением лица. я понял, в чем ваша беда. Мы слишком серьезны. Умное лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Я хочу тебе сказать, что если это ты, это серьезность, она не настоящая. это не серьезность, это ожесточение сердца, мой друг. Это оскверненность ума, это оскверненность совести. Аллилуйя. Я хочу сказать, что всем нам надо от этого избавиться навсегда. Также я хочу затронуть такие вещи, как танец и физические движения. Ну, я слышу, иногда люди осуждают кого-то, служителей, говорят, вот они какие-то движения странные делают, пританцовывают не так, как надо пританцовывать, какие-то динаминации вообще против танцев, говорит, церковь не для танцев, то есть им плевать на псалмы, им плевать на Давида, им плевать на все, что Библия говорит о танцах, ликах, тимпанах, им все равно, они считают, что в церкви все должны быть как мраморные предки, как памятники, они должны стоять. Я за такое вообще говорить не хочу. Я сегодня хочу двинуться дальше. Знаете, в чем двинуться? В том, чтобы показать людям, которые признают танцы, например, но не признают ну вот разливание по бокалам вина. Вот о чем я говорю? Есть такая фишка, когда люди под влиянием своих эмоций, они говорят, «А давайте выпьем Святого Духа». Они берут как бы невидимый стакан, наливают из невидимого сосуда ну как бы вино, новое вино, как они говорят, выпивают и потом начинают себя, ну как осуждающие говорят, неадекватно себя вести. И говорят, что это такое? Где вы такое в Библии видели, чтобы изображать распивание Святого Духа? Я хочу вот с чего начать и спросить. Люди, вы реально верите, что через танец, например, человек может исполняться Святым Духом? Танец это всегда изображение чего-то, это какая-то пантомима. Танец. И если вы реально верите, что человек может танцевать, ну или как Давид там, скакать, и при этом исполняться Святым Духом, мне хочется спросить у вас, объясните мне связь между телодвижением и исполнением Духа. То есть почему в одном случае комбинацию движений каких-то, изображающих что-то, вы воспринимаете как нечто пророческое, что может привести человека в состояние духовной эйфории, а какие-то другие движения вы отрицаете. Вы, конечно, скажете, но этого нет в Библии. Мы уже говорили, что в Библии много чего нету. Там много нет каких эмоций. скажем, давай как-то посерьезнее. Давайте. У меня тогда вопрос ко всем, кто, например, осуждает вот это распивание, питье в духе, питье духа, наливание, питье. зачем вы, когда принимаете причастие, изображаете, будто вы пьете кровь и едите тело. Ведь вы же, ну, давайте я просто скажу, как есть, вы же реально физически едите хлеб и пьете сок, но при этом вы воображаете, реально вы духовно провозглашаете, что это кровь и что это плоть. Давай еще раз, я не хочу сейчас, чтобы кто-то думал, что я пытаюсь раскринять причастие, хлебопреломление, но я сегодня спрашиваю, почему вы считаете, что это нормально воображать, что это кровь? Какие-то религиозные деноминации вообще говорят, так это и есть кровь, это действительно кровь. И там рассказывают какие-то примеры, что там действительно что-то превращалось кровь. Дорогие друзья, давайте просто будем честны сами с собой. То, когда мы говорим, что это кровь, мы говорим духовные вещи, духовная реальность такова, что это кровь, но физическая реальность такова, что это виноградный сок, ну или вино, а это хлеб, но духовная реальность такова, что это кровь и что это плоть Спасителя. Вы в это верите. У вас это не вызывает сомнений. То же самое я хочу спросить у вас за водное крещение. Зачем вы погружаетесь в воду и изображаете, как будто вас хоронят? Но весь вас не хоронят. Вы просто окунаетесь в воду. Вы говорите, ну духовно, ну верно, вы физически что-то делаете, а духовно считаете, что вы делаете вот это. То есть, что вы погребаетесь, воскресаете, что вы, когда принимаете хлеб и вино, что это кровь и плоть. Во-вторых, я хочу спросить, откуда вы знаете, что именно так это нужно делать? Именно так. Там была одна чаша во время причастия. Я вижу, что в церквях сейчас и в стаканчики наливают, но все собрание не пьет с одной чаши. Ну так делайте, как в Писании тогда написано. И у меня тогда вопрос, если вы признаете, что можно делать какие-то физические вещи, как пророческое действие, как физическое проявление того, что вы делаете в духе, у меня тогда вопрос, чего вы осуждаете этих людей, которые себе что-то наливают? Иисус конкретно сказал, что он придет, и он пришел, он появился воскресшим после своих слов и говорит, что буду пить с вами вино новое в царстве. Ни у кого не вызывает сомнений, что речь идет о святом духе. И друзья, когда он это говорил, он раздавал чашу ученикам, он говорит, вот смотрите, вот чаша, в следующий раз я буду с вами пить новое вино в царстве. И когда мы говорим, что мы будем пить новое вино в царстве, и это привязывается каким-то образом к этой чаше, у меня тогда вопрос возникает. вообще нормальное человеческое мышление, которое еще не в курсе, как там вообще внутри все устроено, а как можно пить новое вино? Или если бы я тебя спросил, а как можно есть тело и кровь Господа? Ты бы сказал причастие, только надо к этому относиться духовно. Я тебе то же самое говорю о разливании вина. Эти люди, они просто именно в созерцательном смысле, они пророческий акт, как духовный акт. Понятное дело, что физически там ничего не льется, нету никаких чашек, но духовно это происходит. И эти люди переживают, эти люди, они реально наполняются. Не все, конечно, некоторые устраивают клоунаду из-за этого, но я сейчас не об этом говорю. Я надеюсь, что четко это показал, что есть вещи, которые мы делаем физически, танец это Дорогие друзья, причастие, водное крещение, это все такие, даже помазание маслом. Вот люди, вы, которые меня смотрите, вы, например, осуждаете вот это разливание. Но я хочу спросить, вы когда-нибудь маслом кого-то мазали, вот лицо, там, ну я имею ввиду, пророчески так, написано, мазали маслом, молились, люди исцелялись, бесы выходили. Кто-то мажет косяки дверей маслом. Я вас хочу спросить, что вы делаете? Если вы во все вот это не верите, физические какие-то акты, которые являются духовной реальностью, зачем вы это делаете? Не принимайте это до причастия, не мажьте маслом косяки, лбы себе не мажьте, людей не мажьте, уберите этот елей вообще. Или вы считаете, что этот елей он сам по себе кого-то может исцелить? знаю, что это вызовет больше всего споров. Еще раз хочу спросить, почему подать человеку стакан с виноградным соком и сказать, это кровь Иисуса, это нормально, а протянуть человеку якобы стакан с наполненным новым вином, это ненормально? Потому что если вы скажете, это не является реальностью, так я скажу вам, и это не является реальностью, но и то, и другое является духовной реальностью. Дорогие когда нам сказано, знаете, исполняться духом, и сказано, что мы будем пить новое вино, кто мы такие вообще, чтобы указывать друг другу, как нам пить это духовное вино? Вот таким действием, или пением, или еще каким-то образом? Дорогие друзья, давайте будем взрослыми. Дальше хочу чуть-чуть затронуть тему золотой пыли и елея. То же самое, опять, если вы, будучи злы, как написано, умеете даяния благие делать, детям вашим тем более отец ваш. Если ты против золотой пыли, тогда в обычной физической жизни не води детей своих туда, где огоньки, не води туда, где бенгальские огни, салюты, потому что это все отсюда. Вот это сияние, сверкание, которое мы своим детям пытаемся насытить их зрение этим. Вот какой-то, знаете, праздник, состояние праздника всегда, там, шарики надуваем, бенгальские огни зажигаем, то есть мы стараемся, чтобы в их глазах сверкало, пестрело, было что-то яркое, цветное, там, флажки, шарики, конфетти, знаете, вот эти хлопушки, из которых вылетают. Но мы ничего плохого в этом, как люди, не видим. Когда наш отец нас обсыпает каким-то сверкающим порошком, там, золотом, ну, или там, я не знаю, честно скажу, со мной такого не было, чтобы у меня золотая пыль была. Я многие другие вещи переживал. Я переживал обилие духовных запахов, я слышал запах настоящего елея, запахи тюльпанов, я слышал пение ангелов, прямо реально тысячи мужских голосов пели. Я слышал, у меня очень интересное переживание, я переносился в духе, я вам мог бы много за это рассказывать, но это в другой раз. И я хочу сказать сегодня с полной уверенностью, отцу это нравится, нравится удивлять своих детей, нравится их вот прямо, вот кто-то там камни эти появляются, осуждают, говорит, они вроде недорогие, это самоцветы какие-то, полудрагоценные камни, но сколько это дарит удивление. Я однажды был на таком служении, я сделал все, чтобы удостовериться, что это не клоунада, что это не... И там стояла такая детская атмосфера, все вышли, реально освобожденные от своей религиозной взрослости. Я благодарен, что это реформировало меня внутри. И поэтому я сегодня смело заявляю, что отцу это нравится. Кто-то скажет, в чем суть золотой пыли? Я тебя хочу спросить, в чем суть бенгальских огней, которых ты детям зажигаешь? В чем суть на торте свечки ставить, чтобы их там задували, ну может ты это не делаешь, ты вообще уже настолько духовный, что тебе это все не надо. Тебе не нравится, когда бенгальские огни отражаются в глазах твоих детей, улыбки. Тебе не нравится шарики им надувать, все цветное. У меня вопрос к тебе, для чего шарики надувать? Для чего бусы детям дарить? Ну девочкам? Для чего украшения? Ну вы поймите, друзья, вот это обилие красок, это то, чего свойственно хотеть человеческой душе. И это от Бога. Мы читаем в Библии, что ходил даже сатана, он упал, но он ходил и было написано среди огнистых камней. То есть все, мы читаем про город из золота. Почему мы так противимся этим вещам? Когда Бог просто беспричинно хочет нас удивить. Беспричинно удивить в радости, удивить в каком-то хорошем настроении. То же самое с елеем. Дорогой друг, знаете, умощать себя, вообще умощать, этим занимаются все поколения. Если ты никогда не пользуешься, извини, что скажу, духами или одеколоном, ну может ты не пользуешься, я не против. Ты не пользуешься никакой парфюмерией, ты не стараешься, чтобы у тебя был хороший запах, не натираешь себя кремом физически. Ну у меня тогда вообще вопросов меньше, да, есть понимание, что это нормально в физическом смысле. Почему когда у людей вдруг появляется елей там или еще что-то, ну так я скажу, небесная парфюмерия, потому что об этом сказано много, я даже не хочу перечислять всех мест. Там есть это, елей, который там не оскудевает на твоей голове. Иисус предлагал помазать маслом голову, когда ты постишься, да, то есть, ну, поймите, друзья, но вдруг когда появляется и кто-то говорит, смотри, у меня елей на руках, там на лице, они говорят, это дьявол, это детский сад, они сидят, знаешь, и осуждают, не будьте такими. И последнее, что скажу еще здесь, это за пьяное поведение. Это вообще, как правило, возмущает очень духовных людей. И те, которые не очень духовные, но радуются, как дети, они говорят, но в день пятидесятницы там вот подумали, что они пьяны. И Петр сказал, нет, они не пьяны, как вы думаете, потому что очень рано, чтобы пить вино. И дальше он стал им проповедовать. Те, которые против этого, они говорят, да нет, там вообще, с ними все было хорошо, в день пятидесятницы они просто начали говорить иными языками, пророчествовать. И эти люди, они от удивления подумали, что они пьяны. У меня к вам вопрос, дорогие друзья. Когда тебе говорят, что этот человек пьян, и ты на него вдруг переводишь взгляд, посмотреть, пьян он или нет, ты по каким признакам определяешь, что он пьян? Ты можешь определить, что человек пьян, если он говорит на твоем наречии? У меня вопрос, я еще раз его повторяю. Если человек говорит на твоем наречии, вдруг даже он иностранец, ну представьте, темнокожий гражданин какой-то Африки, неожиданно для тебя, хотя ты не знаешь на самом деле на каком он языке говорит, но догадываешься, что наверное твой родной язык это не его родной язык. И вдруг этот темнокожий или там какая разница, ну видно, что это чужестранец, говорит на твоем языке, пусть даже о великих делах Божьих. Какой повод думать, что он пьян? Объясните мне это. Какой повод думать, что он пьян, даже если он пророчествует? Когда кто-то пророчествует, у тебя первая мысль какая? Он пьян? Там написано, говорили о великих делах Божьих. Человек говорит о великих делах Божьих. Почему мы думаем, что он пьян? Но те люди в день Пятидесятницы, они конкретно насмехались над ними и говорили, они на напились. И когда у каждого человека, друзья, есть в голове конкретный перечень пунктов, по которым он считает человека пьяным. Для меня это как минимум невнятная речь. Это ближайшее, что мы видим в этой картине. Возможно, была какая-то невнятная речь. Следующий признак, что человек напился, он плохо ориентируется в окружающей обстановке. То есть, он в своей реальности, в пьяной. Третье, он неустойчиво стоит на ногах. Вы все знаете эти признаки. Я хочу сказать, это именно то, что увидели те люди в день Пятидесятницы. Никто и никогда не сможет мне доказать, что из-за того, что люди пророчествовали или говорили на знакомых на речи, их можно счесть за напившихся сладким, то есть, крепленным вином. Это конкретно люди, они вели себя как пьяные. Они, возможно, вели себя неадекватно, что даже не просто отметили, что они немножко не в себе. Они сказали, они напились. И Петр не отрицал, что они напились, но употребил маленькое слово. Он говорит, они не пьяны, как вы думаете. Если бы он продолжал, он бы сказал, они пьяны, как я думаю. Я знаю, что это. Иисус говорил об этом в вине новом. И поэтому, да, они сейчас для вас еще не вкусивших, что это такое, для вас, которые еще являетесь облаками без воды, для вас, которые еще водитесь религиозными инстинктами, конечно, они неадекватны. Поэтому, дорогие друзья, то, что они вели себя как пьяные, не помешало покаяться в этот день трём тысячам человек. Поэтому, когда мне говорят, вы знаете, вы этим притыкаете людей, нормальное преткновение и покаяние трёх тысяч человек было в день пятидесятницы. Поэтому, я больше верю, друзья, в заключение к тем, кто осуждает, скажу, я больше верю в пьяную пятидесятницу, вот в такую пьяную пятидесятницу, пятидесятницу, в том числе, конечно же, с проявлением духа и силы, чем я больше поверю в какую-то злую пятидесятницу, в какую-то строгую пятидесятницу, в какую-то пятидесятницу, где всё по расписанию, в какую-то пятидесятницу занадто трезвую. Поэтому, дорогие друзья, вот то, что я перечислил, вот эти проявления, смех, падение в духе, золотая пыль, елей, танцы, восторг, пророческие какие-то движения, действия, о которых я говорил, символичные, то есть символизирующие то, что происходит в духовном мире. Друзья, вы всё это, если вы будете мыслить об этом не доктринально, не с точки зрения умствования, а с точки зрения созерцания, вы увидите это. Я хочу в заключении, вот это была первая часть к осуждающим людям, которые не понимают этого противиться, сказать такую вам подсказку. Я просто хочу показать вам, как увидеть это. В послании к римлянам первой главе там написано, что его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. Это означает, что для того, чтобы увидеть силу и божество Бога, есть один инструмент, это рассматривать через творение, через то, что происходит. И как антипод, противоположность, там преподносится такое слово умствование. Некоторые люди умствование путают с размышлением. Это разные вещи. Дело в том, что размышление это и есть созерцание, это рассматривание сквозь видимое увидеть невидимое. И для тебя это нормально. Вот люди, которые привыкли это делать, для них причастие это вообще святыня, реально. Это то, что тебя вводит за завиасу, реально просто, в духовный мир. То же самое со всеми остальными вещами. Но есть люди, которые занимаются умствованием. Умствование это разобрать Библию на цитаты. Умствование это выводить доктрину из эмоций. Это реально умствование. Это безумие. Написано там, что умствование приводит к безумию. Приводит к жестокости. Приводит к извращениям. Вот умствование это слепое размышление, можно так сказать. И поэтому я сегодня предлагаю на эти вещи посмотреть не с точки зрения умствования, а с точки зрения созерцания. Рассмотри вечную силу, характер, божество, божественную природу Бога в том, что Он заложил даже в тебя, как в родителя, как в ребенка. Я хочу помолиться за людей, которые может быть ты что-то услышал. Дай Бог, чтобы тебя это вразумило или утешило. Отец, я благословляю Твоим именем каждого, кто слышал это послание. Благословляю людей, которые осуждали. Благословляю людей, которые противились этому, которые не переживали детских эмоций. Я прошу тебя, Отец, дай им это новое детство. Новое детство, новую волну эмоций. Пусть уйдет этот страх, это порабощение религии, серьезности, ложной трезвости, которая на самом деле есть религиозное опьянение. Недуховное, религиозное опьянение. Во имя Иисуса Христа я разрушаю действия демонических духов, религии, оккультизма, неверия именем Иисуса Христа. Я благословляю тебя, мой друг, благословляю тебя. Хочу тебе просто сказать, беги от религиозной трезвости, потому что она есть опьянение ложью. Беги в объятия отца, беги в эти детские вещи, будь как дитя, и ты увидишь управление и силу в своей жизни. Дорогие друзья, в следующей части я буду говорить уже к людям, которые двигаются в этих эмоциях, переживают их, и я немножко вас буду отрезвлять. Спасибо за внимание, до встречи. Продолжение следует...